Друзья, с вами канал Фолстовское мнение, его ведущий, я Дмитрий Круглых, и сегодня наш с вами постоянная рубрика по пятницам японский язык, где мы с вами пытаемся разобраться в таинствах и тонкостях японского языка и японской культуры. И, конечно, куда же нам с вами пойти без наших любимых прилагательных, которые описывают состояние вот этого мира замечательного, да, то есть большой, зеленый, синий, маленький, сложный и так далее. Вот это вот все, да, вот у нас то, что относится к прилагателям. Но в отечественной филологии, которая разбирает японский язык, они очень часто, знаете, любят напугать. Они любят поставить там какие-нибудь слова, что японские прилагательные делятся на предикативные, непредикативные и полупредикативные. На самом деле все не настолько страшно, потому что это то, что они вот это вот прилагают, это вот такая вот научная, скажем так, вещь, которая к изучению японского языка никакого отношения не имеет, потому что сами японцы во всех японских учебниках делят прилагательные только на два вида. Это, соответственно, и киоши, и это на киоши. Чем они между собой отличаются? И киоши – это те прилагательные, которые заканчиваются на и, и это те прилагательные, которые заканчиваются на все остальное. И вот между ними есть определенные, скажем так, особенности группы и киоши, ну и, соответственно, на киоши. У них есть свои определенные особенности и есть небольшая, единственное только скажу, небольшая такая, знаете, заминочка, что мы понимаем под «оканчивается на и». Да, потому что вот так я сейчас скажу и могу вас ввести в некоторое, ну такое, знаете, непонимание. Я вот для этого как раз включаю сейчас доску. И, соответственно, мы с вами возьмем, я сейчас постараюсь как раз показать несколько, знаете, самых простых иероглифов, которые у нас только могут быть. И, соответственно, как они работают, как в контексте, как отличаются прилагательные на и и прилагательные на на. Чтобы мы сначала поговорили про вот это вот разделение, а уже дальше мы поговорили про их особенности, как они изменяются и прочее, прочее, прочее. Давайте возьмем самый простой иероглиф. Это у нас с вами иероглиф большой. О-ки. О-ки – это иероглиф большой. Это человечек вытянул вот так вот руки, чтобы больше казаться. Ну и, соответственно, у нас есть вот это вот О-ки. Тут вы скажете О, оно заканчивается на буковку И, значит, все хорошо, это прилагательное на И. И вы будете правы. Вот теперь я вам покажу другое слово. Это, соответственно, слово кирэй. То есть кирэй – это у нас красивый или чистый. Вы скажете, да, оно тоже заканчивается на И. Наверное, это прилагательное на И. А вот здесь немножко есть небольшая, скажем так, проблема и трудность, потому что на самом деле это, скажем так, данное слово, если мы его посмотрим, как оно вообще записывается, именно иероглифами. Обратите внимание, да, слово О-ки, оно записано иероглифом, и там после него есть окончание. Слово кирэй, оно как раз, вот посмотрите, оно такими вот страшными-страшными иероглифами. Ну, собственно говоря, поэтому слово кирэй особо часто никто не пишет иероглифами, потому что они вот очень такие, скажем так, нагроможденные. Вот. И чаще всего их записывают только хироганы. То есть, обратите внимание, вот это вот кирэй, например, да, у нас здесь оно как будто бы, то есть вот это вот И, оно входит в состав иероглифа. То есть, если буковка входит в состав иероглифа, то, соответственно, оно не будет прилагательным на И. Таким образом, слово кирэй будет как раз прилагательным на НА. И есть еще одно такое слово, но вот, наверное, два самых распространенных слов, с которыми у вас могут возникнуть вот такие вот затыки. И это, соответственно, кирэй и юмэй. Юмэй это известный. Соответственно, давайте вот здесь тоже сразу напишу. Ю, ой, так, прошу прощения. Ю. Мэй. Да, вот оно, собственно говоря, таким вот образом оно пишется. И опять же, вот этот вот иероглиф, да, у нас с вами будет читаться как Ю. Вот давайте я его подпишу. Вот оно здесь будет читаться как Ю, вот эта вот часть. А вот это вот будет читаться как Мэй. И, соответственно, да, вот на этом сразу видно, что вот этот вот иероглиф читается как Ю, а это как Мэй. Ну, и, соответственно, вопросов о том, что он тоже оканчивается вроде, казалось бы, на И, нас с вами не возникает. Ну, то есть, вот особенность такая, поэтому чаще всего вы можете как раз для себя запомнить, что если вы видите, опять же, да, к вопросу, зачем нужны иероглифы в тексте и так далее. Для того, чтобы просто, особенно в начале, как раз увидеть, что если вы видите, что вот у нас стоит иероглиф, да, например, ОКИ, если вы видите, что вот, давайте сейчас я его заново напишу, напишу, если вы как раз видите, что стоит иероглиф, да, ОКИ, да, и он, соответственно, будет превращаться в ОКИ, да, соответственно, большой. И вот у нас с вами как раз мы вот эту вот такую, знаете, линию водораздела провели между прилагательными на И и прилагательными на На. То есть, прилагательные на На, они будут состоять из иероглифов, либо заканчиваться на какую-то другую букву. Вот основное, собственно говоря, различие, которое между ними есть. И, собственно говоря, изменяются, существуют они, знаете, вообще в двух параллельных вселенных. То есть, чаще всего на прилагательные они будут работать как существительные. Там есть свои особенности, сейчас мы о них поговорим, и очень часто их вот по своему такому значению. Вы, кстати, можете спросить, а почему они тогда прилагательные на На? Ну, об этом чуть-чуть попозже. Я вам расскажу, откуда там вот это вот На, оно всплывает и откуда оно появляется. Да, потому что вроде бы казалось, они заканчиваются на все, что угодно, но называются почему-то прилагательные на На. Давайте мы сейчас до них дойдем, и тогда об этом обязательно вспомним. И у нас с вами есть прилагательные на И. Они живут самостоятельной жизнью. И вот у нас, да, О, КИ, да, например, может быть ЧИ, САЙ. Вот обратите тоже внимание, ЧИ, САЙ это маленький. ЧИ, САЙ. ЧИ, САЙ это у нас с вами будет тоже маленький. Да, поэтому вот здесь как раз мы видим ту же самую историю. То есть, одна часть записана, да, то есть, основа слова записана иероглифом, и, соответственно, есть окончание. По сути, у нас вот это вот окончание, самым простым таким вот образом тоже расскажу, у нас как раз заканчивается на И. Вот этот вот мне маркер нравится больше, я, наверное, его теперь буду использовать. Да, вот оно, соответственно, заканчивается на И. Теперь, вот здесь надо обратить внимание, то есть, опять же, да, почему я вот сказал, что в прилагательных на на оно входит в иероглиф, а если оно входит в иероглиф, значит, оно изменяться не может. То есть, вот весь прикол заключается именно в этом. То есть, оно заключаться не может. И еще одна такая особенность. Сразу скажу, я забегаю очень вперед. Обычно вы это узнаете, да, на совсем поздних каких-то уроках и так далее. Но, в принципе, прилагательные на И могут превращаться в прилагательные на на автоматом. Вы можете увидеть очень большое количество слов на на. Допустим, о, не о, ки, да, вот как я здесь написал. Например, о, ки, на, просто, да. То есть, вот здесь будет стоять на, и все. То есть, такие случаи тоже есть. Просто для того, чтобы вы не удивлялись, что о, есть, значит, да, учите-учите японский язык, о, ки, там, и так далее, и так далее. Потом вдруг, бац, открываете японские новости. Это чаще всего в японских новостях, вот в какой-нибудь такой вот литературе, соответственно, будете встречать. И там, бац, вот такое слово вам встречается. Поэтому они очень-очень родственны между собой, так или иначе, да. То есть, основа какая-то одна. Вот, но так или иначе, вот это вот и, она добавляет движение, как раз, собственно говоря, слову и изменчивости. Вот этой вот всей конструкции. Поэтому я просто говорю о том, что такие случаи тоже бывают. И такое бывает, как говорится. И такое бывает, вот давайте, да, и оставим. И теперь, что мы с вами можем делать? Во-первых, давайте, да, если говорить, допустим, да, о том, как прилагательные на и могут употребляться. То есть, например, мы можем сказать, ну, давайте прям слово хито. Совсем простое, простенькое. Мы сюда с вами добавим. Ки хито. То есть, хито это человек. Я вам напоминаю, что хито это как раз человек. И, соответственно, получается, о ки хито это как раз большой человек. Да, то есть, мы можем употреблять именно в таком плане. Допустим, это раз. Либо же мы можем сказать, КОНО ХИТО ВА, да, например, этот человек. КОНО ХИТО ВА. Мы уже с вами знаем именительный падеж. КОНО ХИТО ВА. Да, я просто напоминаю, что этот знак, который как ха, он считается как ва, потому что он здесь стоит в функции именительного падежа. КОНО ХИТО ВА ОКИ ДЕС. КОНО ХИТО ВА ОКИ ДЕС. Вот мы с вами составили предложение. Да, то есть, вот самое-самое простое. То есть, вот смотрите, да, точно так же, как и во многих языках, да, вот у нас мы можем сказать, что, например, БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК и, соответственно, ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ. То есть, вот здесь у нас точно такое же будет. То есть, если оно употребляется как описательная какая-то характеристика, она употребляется перед главным словом, то есть, у нас, да, слово ХИТО, оно является главным, и, соответственно, ОКИ, который его, собственно говоря, описывает, оно будет стоять перед. Ну, и точно так же, да, если мы этот человек, он такой-то, да, то есть, он есть такой-то, вот эта вот связочка ДЕС, она как раз указывает на то, что есть. Да, то есть, этот человек есть БОЛЬШОЙ. Вот, собственно говоря, вот здесь вот этот вот момент, он у нас с вами и получается. Вот теперь про небольшие особенности прилагательного на И, потому что прилагательный на И как раз может изменяться. Как я и сказал, буква И сама по себе, она дает вот это вот такое, задает движение текучести, что ли. И вот давайте я выберу, наверное, красный цвет. Вот у нас с вами есть буковка И. Да, вот у нас она существует. Отлично. Значит, дальше теперь прикол, который происходит как раз с прилагательными на И, они могут изменяться по временам. То есть, БЫЛ БОЛЬШОЙ и так далее, вот это вот все, они самостоятельно могут изменяться по временам и, собственно говоря, не требовать дополнительных каких-то, дополнительных конструкций. То есть, если вам надо, да, сказать, что БЫЛО БОЛЬШОЙ БУКОВКА, И пропадает, что-то было большим, буковка И пропадает, и на его месте появляется КАТТА. На его месте появляется как раз КАТТА. Ладно. Да, на самом деле этот маркер не самая была удачная идея использовать, но окей. Значит, как раз КАТТА, да, то есть у нас получается ОКИ КАТТА. То есть, БЫЛО как раз БОЛЬШИМ. Что-то было БОЛЬШИМ, и, да, вот эта вот функция, как раз она у нас здесь появляется. То есть, вот оно И. Если вдруг, да, вы захотите, да, построить предложение, как у нас было, КОНОХИ ТОВА, ОКИ КАТА ДЕС, и это будет правильно, потому что вот эта вот конструкция ДЕС, она будет тоже, на самом деле, изменяться по падежам, там есть ДЕС, и, соответственно, в прошедшем времени она будет ДЕШТА. Так вот. Соответственно, КАТТА и ДЕШТА, они между собой не... То есть, нельзя сказать ОКИ ДЕШТА. Понимаете, это будет неправильно, потому что у нас здесь и есть И. И прошедшее время ударяет как будто бы вот по этому месту. Оно ударило по этому месту, и, соответственно, оно превратилось в КАТТА. Вот прошедшее время там фиксируется. И, соответственно, вот уже здесь вот этого ДЕШТА не нужно. И вот это будет в настоящем времени. Но мы с вами будем переводить это в прошедшем. То есть, ОКИ КАТА ДЕС, да, мы с вами обязаны сказать, что было большим, да, либо было новым. Например, ОТРАШ КАТА ДЕС и так далее. То есть, вот это вот все с этим как раз... То, что с этим связано, оно вот таким образом и работает. Давайте дальше избивать. Изначально, я против очень насилия, но давайте, знаете, у нас такое филологическое доброе изменение, да, доброе избиение в буковке И. Поэтому давайте с ней продолжим еще разбираться, потому что она, да, вот это вот как раз изменение, которое у нас здесь есть, оно еще нам позволит делать кое-что другое. Она, например, да, вот мы ее один раз, ее убрали или же превратили. Давайте, да, мы с вами сегодня не будем никого избивать. Давайте мы с вами сегодня будем добрыми волшебниками. Вот, соответственно, мы ее превращаем в... Мы ее превратили в КАТА, в прошедшее время. И давайте, да, у нас сегодня как вот такой вот тоже урок магический, мы ее возвращаем обратно. И еще одна такая вещь. У нас, соответственно, может вот это вот все точно так же через вот это вот все, через И превращаться, например, в форму на, соответственно, то есть может через как раз вот это формироваться отрицательная форма. То есть О-КИ-КУ и превращается в КУ. О-КИ-КУ и, соответственно, добавляем отрицание НАЙ. О-КИ-КУ-НАЙ. О-КИ-КУ-НАЙ небольшой. И вот смотрите, что, да, тут тоже такая вот фишечка, что на самом деле-то НАЙ, это тоже прилагатель... Ну, я, кстати, не совсем уверен, насколько правильно говорить о том, что НАЙ, который работает вот такой вот частицей, может быть, знаете, люди, которые занимаются вот там филологией, они меня сейчас побьют камнями и скажут, что нет, это вот не совсем так. Но оно в любом случае, как бы мы с вами сейчас не спорили, оно работает по правилам И-КИ-О-ШИ. То есть О-КИ-КУ-НАЙ, ну, КУ-НАЙ будет странно добавлять, да, но вы сюда можете, допустим, точно так же О-КИ-КУ-НАЙ, да, это у нас небольшой, а вы можете сюда еще добавить, да, теперь уже поиздеваться над этой буковкой И. И, соответственно, вы можете добавить, например, небольшой О-КИ-КУ-НА-КАТТА, да, то есть вы сюда как раз можете добавить КАТТА, да, и, соответственно, вот у нас уже НЕ БЫЛ, что-то не было большим О-КИ-КУ-НА-КАТТА. Вот это вот нас как раз, вот эта вот вся история, она здесь и появляется. Я точно так же напоминаю, что если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете оставлять мне в комментарии под видео, я постараюсь ответить. Либо, да, так же напоминаю, что у меня есть аж целых три Телеграм-канала, один из которых по японскому языку, поэтому если вдруг у вас остаются какие-то вопросы, какие-то непонятные моменты по уроку, всегда можете задавать мне в Телеграме, я всегда стараюсь, если вы на связи, то стараюсь вообще максимально быстро ответить и, насколько это возможно, более полно. Вот, то есть мы с вами сегодня вот научились как раз работать с прилагательными НАИ. То есть это вот как раз у нас то, что в этом случае проявляется. А вот теперь прилагательные НАИ, которые чуть-чуть посложнее. Ну, посложнее, знаете, в прилагательные НАИ они изменяются, прилагательные НАИ они, соответственно, фактически не изменяются. Значит, теперь мы с вами давайте разберем, почему они называются прилагательные НАИ. В случае, если, вот смотрите, я захочу, давайте мы как раз, наверное, возьмем слово ГЕНКИ. ГЕНКИ, вы, может быть, знаете такое слово, например, О ГЕНКИ ДОСКА, то есть, ну, прям условно переводится, как Ваши дела. Как Ваша, я бы даже сказал, бодрость. Как Ваша энергичность. О ГЕНКИ ДОСКА. И вот давайте возьмем как раз ГЕНКИ, потому что ГЕНКИ это как раз прилагательное, то есть, это как раз энергичный, бодренький, такой, знаете, здоровенький. Вот как раз ГЕНКИ. И оно достаточно просто пишется. Как раз. Так. Давайте я хочу цвет поменять. Давайте, да, на черный. А вот как раз ГЕНКИ и, соответственно, КИ. КИ это у нас с Вами дух, энергия и так далее. Ну, то есть, вот так. И еще раз тоже прошу прощения, должен был сразу извиниться. Я когда пишу на компьютере, это не всегда удобно, поэтому у меня у иероглифов иногда едет немножко пропорция. Вот теперь смотрите. Если я хочу сказать, что КОНОХИ ТО ВА, да, вот то же самое, что у нас было. КОНОХИ ТО ВА ГЕНКИ ДОС. То есть, этот человек здоровый, бодренький, хороший, классный. У нас получается как раз ГЕНКИ. Да, чуть-чуть перемахнул, но ничего. ГЕНКИ ДОС. Вот у нас здесь все сохраняется, все хорошо, все прекрасно и замечательно. Но как только прилагательные НА НА появляются перед главным словом, они вступают с ним в взаимодействие. И как раз вот в этот самый момент, то есть ГЕНКИ, да, ГЕНКИ, здесь появляется... Так, прошу прощения, так, сейчас сотру. Я просто другим цветом хотел здесь нарисовать. Так, да, значит, ГЕНКИ на... ГЕНКИ на ХИТО. Вот это вот как раз тоже здесь получается... Так, опять. Вот как раз здесь получается ГЕНКИ на ХИТО. То есть, вот как раз между... Смотрите, между прилагательным НА НА и между существительным возникает как раз вот это вот НА. Потому что здесь оно не работает и так далее. Но здесь оно всегда будет всплывать. ЮМЕЙНА, да, еще раз мы уже сегодня говорили. ЮМЕЙ это известный. ЮМЕЙНА ХИТО. Известный человек. КИРЕЙНА ХИТО. Да, красивый человек. Вот везде в этих случаях будут... И точно так же вы можете спокойно, да, для того, чтобы вот это вот НА, НА не появлялось, вы можете сказать... КОНОХИТО ВА ГЕНКИ ДЕС. КОНОХИТО ВА ЮМЕЙ ДЕС. КОНОХИТО ВА КИРЕЙ ДЕС. Да, то есть вот в этом... В этих во всех случаях... Никакого НА появляться не будет. Только когда стоит сначала прилагательное, потом существительное... Возникает вот это вот как раз НА. Вы спросите. Значит, дальше. Как оно работает? Потому что оно на самом деле работает как и существительное. То есть... Ну, ладно, не всегда. Но, например, либо здесь будет, да, например, ГЕНКИ... Да, нет, оно работает, да, как существительное. ГЕНКИ ДЕВА АРИМАСЕН, например, да, либо Джанай. То есть ГЕНКИ ДЕВА АРИМАСЕН, да, то есть если мы говорим про отрицание. ГЕНКИ ДЕВА АРИМАСЕН. Ещё раз напоминаю, вот здесь ХА читается как ВА по причине того, что это такая вот грамматическая конструкция, связанная с именительным падежом. То есть здесь это просто надо запомнить. ДЕВА АРИМАСЕН. ДЕВА АРИМАСЕН. ГЕНКИ ДЕВА АРИМАСЕН. Если нам с вами нужно поставить в отрицательную... Прошу прощения, в форму прошедшего времени, то здесь как раз будет ГЕНКИ просто... ГЕНКИ ДЕШТА. ГЕНКИ ДЕШТА. Вот, собственно говоря, такие вот особенности, собственно говоря, которые у нас с вами есть. И в любом случае, вот это вот я рассказал просто, попытался, по крайней мере, рассказать ту базу, которая так или иначе просто существует в японском языке. И этого всего не надо бояться. То есть, во-первых, понятное дело, что какие-то такие моменты всегда можно либо... То есть это вот, знаете, база просто подсмотреть, что-то вот поискать и так далее. Я сразу тоже тут со своей стороны скажу, что у меня есть точно так же индивидуальные занятия, поэтому если хотите отработать данную тему, то, пожалуйста, вот можете приходить ко мне на индивидуальные занятия. Либо у меня есть групповые всякие занятия, у меня там не очень много людей, поэтому вы там вообще можете настолько не очень много людей, что вы можете там даже оказаться первыми. То есть там мы разбираем, там уже более продвинутые такие вещи, мы разбираем мифы, сказки, манго и прочее, прочее, прочее. Поэтому если у вас уровень позволяет, то как раз присоединяйтесь. Если же уровень как-то не позволяет, то в любом случае я постараюсь сделать так, чтобы вам было на этих занятиях максимально комфортно. Точно так же я напоминаю, что кроме японского языка я веду занятия по философии, поэтому если вдруг Платон, Аристотин, Стоицизм, Досократики, философии искусства хотите разобраться в этих вообще всех прекрасных вопросах, то обязательно подписывайтесь на вот эти всякие телеграм-чаты у меня есть в описании. Поэтому подписывайтесь, записывайтесь на них, я всегда буду рад вас видеть. И если возникают какие-то вопросы, я всегда буду рад вам ответить. Надеюсь, что это занятие вам понравилось обязательно. Если есть вопросы, например, по учебникам, какие лучше использовать, если вдруг самостоятельное изучение, индивидуально как-то не получается, время, еще что-то, сами хотите, то это всегда есть учебники Нечаевой, которые я очень, например, люблю. Стругова и Шевтелевич тоже на русском языке. А есть на японском языке с русскими комментариями, это, например, Минонихонга. Генки тоже вот очень-очень хорошие. Вот это вот все учебники, они, их тоже можно как раз приложить к данному занятию. Ну и, соответственно, немножко как раз поработать с темой прилагательной. Вот. Ну а я с вами на этом прощаюсь и до новых встреч. Увидимся на этом канале. Пока-пока.